так ну давненько мы с вами друзья не общались с вами на связи Денис Борисов и пока я свободной минуткой я решил поотвечать на некоторые ваши вопросы и прояснить некоторые моменты как видите у нас в общем-то возобновились выходы подполья но есть некоторые изменения сейчас интенсивно я стараюсь подготовить почву скажем так для перехода от обычной email рассылки к пуш-уведомлениям для того чтобы получить пуш-уведомления о новых выпусках подполья для этого достаточно просто зайти на сайт fitfullife.ru и браузер у вас попросит разрешение на то чтобы получали выводы уведомления от сайта fitfullife.ru и в данный момент нужно подтвердить дать разрешение тогда я вам смогу периодически слать уведомления о новых материалах почаще почаще не получается потому что очень много очень много дел очень много забот в общем-то вся доска исписана как обычно вот и только хожу весь день вычеркиваю да здравствуйте друзья в редко мы сейчас с вами перископимся во многом это связано с тем что в перископе недостаточно много людей находится регулярно вот соответственно гораздо проще по час выпустить какой-то сюжет с ответами на вопросами чем выпускать ответы в перископе да нет наоборот я вроде бы такой знаете даже где-то поджирнел следующий платный материал я еще не определился с ним есть несколько вариантов скорее всего это будет тренировочная программа и вот есть три варианта тренировочной программы есть тренировочная программа для натуралов интересные данные есть по поводу того как тренироваться натурально и под нее есть хорошая программа есть идея составить программу для химиков и есть задумка составить программу для обычных людей о фп здоровье фитнес программу которую можно по которой можно тренироваться даже дома вот есть такие три варианта я буду смотреть на обратную связь буду смотреть что пишут люди что им больше нравится и в зависимости от этого буду принимать решение какой материал делать скорее всего материал этот будет выходить уже в конце августа либо в начале сентября набор массы без еды к сожалению к сожалению а может быть к счастью это не невозможно мнение о юане пока не изменилось пока рано что-либо делать пакт яровой ну понимаешь вопрос скользкий но любое государство с точки зрения отдельного гражданина это зло любое государство всегда себя защищает и задача в общем-то любого государства по большому счету выжать из-за простых граждан все что можно по максимуму да то есть максимальных закабалить сделать так чтобы они не могли ничего делать и все свои доходы отдавали исключительно в виде налогов государства вот это вот идеальная ситуация для любого государства любого государства бессознательно или сознательно стремится как можно сильнее закабалить свое население и чтобы люди были как батарейки а кстати охранником клуба но это очень легко приходишь к начальнику смены приходишь к директору и устраиваешься нас физик хорошая категория мне нравится то что люди в этой категории они выглядят ну скажем более натурально чем люди в культуристических категориях вместо укола болит потому что скорее всего там воспаление можешь поразогревать его если набрать клиентскую базу я не уверен что перископ хорошая платформа для старта хорошая платформа для старта в этом плане youtube усманова вопрос некорректный на самом деле то есть достаточно известная спортсменка ее обсуждать ну я скажу так такие формы набрать натурально вполне вполне вопрос по поводу сухости там уже до девочки очень многие сейчас в бикини используют гормон роста для того чтобы быть сухими так какие темы на ютюбе будут через пару лет все те же самые взаимоотношения девочки мальчики бабло то есть нас гоминидов всегда беспокоит осна три основных направления ну это богатство жратва взаимоотношения девочки любовь и статус иерархический ранг собственно говоря что через пять лет что через 10 лет на ютюбе будут в основном эти темы больше всего собирать лайков для нас они самые интересные курс на массу классика жанра это какой-нибудь длительный тестостерон типа и нантата или цепианата либо может быть даже эфиры тестостерона типа суста нона плюс метандростенолон старый добрый если этого мало то к этому можно добавить деку на дролунде канат либо тренд баллон но тренд баллон это уже для опытных товарищей ну пример курса вы спросили я ответил боязнь и звонка от клиента но боязнь она понимаешь надо звонить надо общаться потихоньку хоть полегоньку выходить из зоны комфорта ты боишься потому что это для тебя непривычно когда для тебя станет это привычно ты начнешь даже от этого получать удовольствие найди себе такой способ чтобы с клиентами общаться пусть потихоньку пусть это будут не совсем клиенты пусть это будут там полу клиенты какие-нибудь старые знакомые пусть это будет не предложение что-то продать а просто разговор то есть найди какую-то такую схему при которой ты постепенно будешь привыкать к этим разговором когда ты к ним привыкнешь это перестанет быть твоей некомфортной зоны ты начнешь получать от нее удовольствие перестанешь бояться следующий выпуск подполье называется 10 причин почему культуристы больше чем power лифтеры я только что закончил этот выпуск но сегодня утром я его снял и в общем то в данный момент уже закончен монтаж вот сейчас стоит рендеринг 5 процентов рендеринга сделано завтра наверно буду уже загружать его на youtube и скорее всего в понедельник или во вторник я вы запущу польза от университета может быть а может пользы и не быть но чаще всего пользы от высшего образования нет потому что вы не работаете по специальности и то время те ресурсы которые вы тратите на университет вы потом его никак не используйте своей работе в америку слетал нормально страна как страна как найти телку слушай ну по-моему это вообще сейчас не проблема может достаточно выйти на улицу там очень много представительниц противоположного пола как принимать три топ-3 добавки ты про какие добавки говоришь если ты говоришь про креатин ну про мои топ-3 добавки которые я в сюжете говорил при этом объяснял как принимать сша жизнь бы не хотел а миран ну персонаж как персонаж каждый делать что он захочет как хочет так он хочет ну понимаете у меня такое же отношение как к дому 2 да то есть люди есть люди которым нравится смотреть бесполезную информацию в этом наша суть есть люди которые помню вот у меня предыдущий сюжет про дом 2 вот посмотри и у тебя будет четко понятно мои отношения то есть я не смотрю потому что это трата времени у меня есть масса интересных статей у меня есть масса работы у меня есть масса научных там всяких курсов которые изучал мне есть там преподаватель по английскому языку у меня весь день расписано столько что мне нету времени и мне его просто жалко тратить на такую чушь как просматривать какие-то чужие сопливые истории ну там life и какие-то на это нет времени в присутствии разных людей чувства веду себя по-разному это естественно потому что все люди разные мы подстраиваемся мы социальные животные и поэтому в зависимости от той или иной компании мы одеваем те или иные маски любимый цвет мне нравятся классические цвета черный красный и белый мы запад уже давным-давно проиграли на самом деле тут есть все варианты могут быть только виде там подпольных движений и восстановление борьбы за свободу уже давным-давно проиграли еще там во времена революции в семнадцатом году уже все концессионно разделено вся россия давным-давно сосется высасывается иностранными компаниями я фарму не использую поэтому не могу тебе сказать там что мне нравится все раньше когда использовал собственно гречу под что было поблизости ты брал но фармаком например тем работал когда был студентом проще сказать кем не работал я работал продавцом я работал охранником я работал консультантом я работал стриптизером много кем работал надо ли удалить вк после ровой несмотря что ты там постил но с другой стороны закон обратной силы не имеет тот законодательный акт который выходит который был принятым по моему начинать действия только 20 числа если ты после 20 числа не будешь призывать к экстремизму то собственно говоря ничего с тобой не будет можешь не париться то что ты писал вконтакте какие-нибудь экскремистские призывы раньше это не имеет значения про киберспорт у меня снят от целый сюжет он сейчас лежит на ютюбе я его снимал когда был в майами просто я сейчас остановился эти сюжеты у меня было заряжено еще на двери на три недели и вот по моему как раз следующий должен идти про киберспорт я притормозил но этот сюжет обязательно выйдет потому что он уже снят он загружен на youtube так что ожидайте что заменит интернет я думаю ничего я думаю просто интернет будет модифицироваться трансформироваться он становит он станет более близким и более понятным то есть скорее всего в конце концов пропадут вообще пустые зоны то есть будет полная глобализация полная сетка скорее всего в сетку можно будет входить ну с помощью своей мысли то есть скорее всего будут какие-то чипы которые будут внедряться либо в голову либо там в руку и ты сможешь грубо говоря входить в сетку без всяких гаджетов то есть по своему желанию скорее всего будет что-то такое дочь и тихомиров ну вот такой нормальный хайп для того чтобы пропиариться я прекрасно понимаю что вадима что тихомирова суставы укреплять знаете для того чтобы было все хорошо со связками суставами главное правило двигаться двигаться должна быть мобильность все основные проблемы с уставами начинаются сидячий работает лежачий работы то есть когда им мобилизация происходит когда вы не двигаетесь мало двигаетесь у вас начинают всякие деструктивные происходить явления с вашими суставами и связками поэтому двигайтесь и все у вас будет хорошо я не люблю футбол я не смотрю мне не интересен связки укрепить есть специальные упражнения заса для укрепления сухожилий связок суть заключается в том что нужно выполнять статические нагрузки ну например ты входишь в косяк и начинаешь делать вид что ты этот косяк раздвигаешь стороны вот этого статическая нагрузка статика когда вот и такой покрасневший напряженный это тренирует связки топ-5 принципов для привлечения своей аудитории для привлечения своей аудитории ты должен быть интересен ты должен иметь что-то что ты можешь своей аудитории предложить да потому что я очень часто слышу всякие рекомендации типа там кача харизму ты должен делать то должен делать это на самом деле у тебя должно что-то быть такое что ты можешь предложить свою аудиторию если ты аудитории не можешь ничего предложить то собственно говоря ты будешь не интересен тебя смотреть не буду метаха в боксе нормально почему не нормально мудрее себя до миллион там каждый второй человек смотришь на каждого второго смотришь и думаешь блин какой же я идиот солярий но я не фанат солярий хотя вот жена у меня регулярно ходит с путиным с президента это зависит от того чем закончится президентство и и до каких результатов он добьется по переделыванию мира каменный трайбл называется моя татуировка пусть увеличился но если пульс растет в спорте это нормально у качков очень популярно таких ордей и многие другие штуки потому что все бодибилдинг он связан с тем что когда вы поднимаете веса у вас происходит натуживание натуживание скачки давления верхняя нижняя таких ордей от нормально для культуризма казахстан ничего не думаю ни разу там не был очень хочу побывать деселированная вода не вредно не полезно это вода без минеральных веществ без ничего можно сказать что это просто вода мертвая вода ничего не нет после путина дэнчик будет после путина но вот вот сегодня в данный момент я нахожусь киеве в данный момент в киеве мы тут уже находимся последние дни скоро поедем много пропускаю вопросов но извините вот туда я не могу ответить на все подряд вся реклама про анаболики ушла сайтов в связи с новым законом сейчас выходит новый закон который позволяет в не вне судебно блокировать сайты которые рекламируют анаболические стероиды то есть если просто на сайте висит баннер рекламы магазина с фармакологии то этот сайт можно заблокировать забанить это основная причина почему вы сейчас не можете найти рекламу баннеры по фармакологии так далее кроме того тут есть у нас еще такая бригада забавных ребятишек которые именуют себя по моему черный капюшон у них сайт black hood клан дат руда точка ру ну короче то то вот компания что было у тихомирова у него все это было на комовском домене висела а тут такие знаете мальчиши кибель чеши появились пионеры доблестные которые создали точно такой же сайт только уже в рушной зоне и они борются со всеми сайтами на которых есть реклама фармакологии и они уже забанили там 100 или 150 сайтов русскоязычных на которых была реклама фармакологии либо продавалась фармакология ну вот такие вот психи они нашли себе вот с такой способ самовыражения тешить свое самолюбие тем что в тихушку там этим качкам портят жизнь вот и считают что они а летом супермен или бэтмен и борется за светлое будущее поэтому сейчас становится все сложнее и в рунете достать фармакологию да привет привет первую девушку завел поздно на самом деле наверное там лет в 19 не было ну то есть девушка с которой более-менее постоянно встречался ну планы они слишком интимны чтобы я рассказывал но они мне достаточно сложные обширные мне приходится каждый день очень много работать над их реализации покупать химию покупать то я думаю на все это разрулится в конечном счете вы вот штатах очень популярна такая штука как тор интернет да то есть темный интернет вот я думаю в конце концов если так затрамбуют всех за крепостят в россии то в конце концов все барыги все-таки тоже уйдут в тор и будет продаваться вся эта фармакология через тор и там уже никто забанить эти сайты не сможет типа водяру пейте чем на фарминда это же политика понимаешь то есть водяра по сути тот же самый ну это наркотическое вещество однозначно также как в общем-то и никотин алкоголь вообще сильное наркотическое вещество но есть масса людей которым это выгодно и да и в общем-то государство это выгодный за акциз поэтому вы не запрещают расскажи про торт штатах что тебя конкретно интересует тор это глобальная система наработать не только в штатах штатах качки используют для того чтобы покупать наркотики и фармакологию то есть там все очень просто есть несколько сайтов время самый первый был сайт такой сил крот такой полу наркотический потом существует много сайтов на которых продают фармакологию суть в том что просто заказывают привозят на на дом да по домашнему адресу приходит почтовое отправление все то есть штатах если вам там рассказывать что очень сложно там достать фармакологию типа там из-за законодательства из-за fda то все это туфта штатах наоборот и с этим все гораздо гораздо проще чем в россии никого сейчас не читаю linkedin ну я на самом деле не пользуюсь хотя на западе крайне она популярна крайне у нас она просто еще не так известно у нас вообще все как-то очень сильно отстает и хер вы поймёшь что популярно что нет допустим snapchat у нас не пользуются практически никто не знает что такое а в заграницей бум snapchat а просто бум вообще английский в работу с английским ну надо английским работаю каждый день у меня 5 основных работ каждый день и в том числе английский я трачу от 30 до 60 минут каждый день на английский минимум завтра допу три раза в неделю у меня репетитор вот слушаю вот сегодня уже слушал на английском читал на английском и вообще сейчас стараюсь больше читать на английском и стараюсь слушать и нас передачи на иностранном это хрень snapchat ну может быть возможно ли полностью контролировать интернет теоретически да практически очень сложно нестандартных бессознательных навыков но вот допустим когда ты разговариваешь на каком-нибудь иностранном языке это бессознательный навык или когда ты ведешь машину это бессознательный навык или когда ты в драке до в спарринге стоишь чаще всего если мы говорим про удар куда там тоже используются бессознательные навыки очень много таких моментов ванга шарлатанка ну я думаю что ее значение переоценивают разумная мотивация ты знаешь вся твоя разу весь твой разум он служит для обслуживания животных инстинктов или эмоциональной составляющей поэтому скорее всего нет марафон на 15 километров конечно мешает набору массы потому что ты потратишь множество ресурсов которые можно было потратить на набор массы задал как какой вопрос какой вопрос 10 раз один вопрос задал не видел дурак это ресурс экономики это ты касатонова по-видимому начитался это его любимая фраза что какой главный ресурс экономики дурак ну в чем-то он прав в немщика сатонов нравится как 10 тысяч смотрел помню то есть у богов нет мотивации это очень сложный вопрос очень сложный вопрос ты сейчас затронул я не готов на него очень долго отвечать вполне я думаю что если рассматривать супер человека да вот бог это типа какой-то супер человек которому мы идем от животного мы развиваемся к этому супер человеку который подавляет себе животные инстинкты имеется ввиду животные инстинкты эгоистичные да то есть альтруистичные инстинкты вполне возможно они как раз то бога супер человека и должны быть то есть когда говорят там бог есть любовь имеется ввиду что любовь к своим собратьям до социуме к другим людям она должна присутствовать эмоции должны присутствовать они не должны полностью деградировать по мере развития человека но это существо она просто переформатирует вектор своих эмоций если сейчас у нас вектор эгоистичный то в будущем скорее всего супер существа эти эмоции должны быть коллективные именно поэтому он да это существо должно любить себе подобных также как самого себя о смене фамилии ну у меня таких планов нет я не собираюсь менять фамилию вешу не знаю где-то мне кажется килограмм 96 сейчас возвращение федора но я не думаю что это неверное решение в данном виде спорта возраст имеет значение то есть он скорее всего будет только терять свой статус я бы на его месте не возвращался да можно статодинамики заниматься увеличиваться на снарядах но с долларом пока все нормально я хочу позаниматься натуральным то вот у меня есть несколько материалов я с ними обрабатываю тогда нет я не на баллоне как праздновал 18 лет я не помню золото в раньше покупал уже очень давно не покупал сейчас очень сложно золото купить выступать не планирую регулярно получается потому что мне это запланировано то есть у меня на доске написан список и каждый день у меня вот есть пять дел я рисую такую полоску с пятью клеточками и мне нужно вычеркнуть эти дела не обязательны у меня ну например допустим там стоит изучить английский там допустим стоит работа над статьями то есть на к на статьями каждый день я должен поработать минимум 30 60 минут у меня это стабильный мой график то есть у меня жестко запланированы некоторые вещи некоторые не жестко те вещи которые жестко они позволяют все это делать пока пересадка головну как пересадка головы может быть но человек будет парализован то есть сложность не пересадить голову сложность все это бесчисленное количество нервных окончаний соединить профессиональные спортсмены где берут фарму много вариантов возможно им тренер достает возможно они заказывают за границей и так далее савельев интересный ученый интересный человек в чем-то я с ним солидарен в чем-то не солидарен ну в общем как обычно какое упражнение на какое количество упражнений на мышцу это зависит от того какая ваша тренированность леврон удачно вернется я не уверен мельдони да это чистая политика также как дисквалификация всех российских легкоатлетов на олимпиаде это примерно то же самое что было восемидесятом восемь четвертом году восьмидесятом году американцы не участвовали в олимпиаде восемь четвертом русские не участвовали политика я думаю что все-таки хиллари будет следующим президентом сша как теперь заниматься постепенно репетитор не обязателен репетитор дает тебе возможность общаться если ты найдешь возможность общаться без репетитора замечательно а вообще уметь воспринимать читать для этого тебе репетитор не нужен для этого нужна просто практика про пакт мировой доме на срать на самом деле на него и я я понимаю что государство защищается государство пытается все больше закабалить своих граждан это абсолютно нормально в любом государстве нечто подобное в штатах существует вы думаете штатах можно такие вещи которые в россии можно было делать раньше в штатах еще похлеще яровой я не игнорирую просто я не могу ответить всем я не знаю как у меня словарный запас на английском некоторые вещи я могу абсолютно свободно читать и понимать а некоторые для меня труднодоступны но в целом я словарем не пользуюсь сейчас на постоянной основе да то есть я могу читать статьи неадаптированный мне моего словарного запаса хватает ладно ребят спасибо давайте не будем очень долго я может быть через пару деньков снова выйду на связь рад был очень с вами пообщаться всем хорошего вечера